МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите Вестник Городской Думы в студии Оксаны Коростеленко. Здравствуйте! Об открытии самого большого школьного стадиона в области новоизбранном депутате 29 округа и не только поговорим сегодня. Но сначала короткий анонс. Льготы на землю и культурное наследие. Ряд нововведений приняли на заседании Думы. Все кресла заняты. Депутатам по 29-му городскому округу избрали Оксану Чупрову. Для будущих побед в Преамуре открылся самый большой школьный стадион. Городские народные избранники направили на первоочередные нужды амурской столицы 140 миллионов рублей. Бюджет пополнился за счет собственных доходов, экономии и поступлений из областной казны. Кроме того, на очередном заседании Думы рассмотрели ряд не менее волнующих вопросов. О них подробнее расскажет моя коллега Кристина Слепцова. Депутаты городской думы направили 140 миллионов рублей на первоочередные нужды города, питание школьников, деятельность библиотек в рамках нацпроекта «Культура», закупка оборудования для реализации проекта «Умный город» не обошли стороной на заседании вопросы о предоставлении льгот благовещенцам, которые хотят взять в аренду земельный участок для реализации социально-культурного проекта. Один такой уже есть в районе Верхнеблаговещенского, и городские власти готовы его предоставить Амурчанке. Такая большая земля. Что за мой центр мы планируем построить? Что мы прям готовы так, с выпадающим доходом, у нас почти 625 тысяч рублей, скажем, на лоб на землю. Как там сейчас вообще? Что мы действительно, правда, на такой огромной территории? Морь Благовещенск, Олег Имамеев, объяснил, эта земля сейчас заброшенная, инвестор за свои средства там будет реализовывать свой социально значимый проект. Инклюзивный парк, я чувствую. Ну там, назовем так, для сограниченных возможностей, для больных детей, для слабовидящих детей, и впоследствии будут наполняться, сейчас пока сенсорно, первое это для слабовидящих, но это еще не окончание. То есть это вот именно все направлено для детей. Но зачастую реализовать такие проекты мешает высокая стоимость аренды земли. Депутаты Благовещенской думы единогласно поддержали новшества. Теперь в Амурской столице установлена льгота 98% для арендаторов участков, которые подходят для размещения социально-культурных объектов. Представлять интересы жителей 29 округа в городской доме будет Оксана Чупрова. Кроме того, новоизбранный депутат войдет в состав комитета по социальным вопросам, вопросам молодежи и детства. Профессионал с огромным опытом работы на административных должностях, а также органов представительной власти. В шестом созыве Оксана Евгеньевна возглавляла социальный комитет городской думы, курировала вопрос образования молодежи и спорта. На сегодняшний день состав Благовещенской городской думы работает в полном составе и готов к решению вопросов, которые сегодня стоят в рабочей повестке. И в первую очередь это проект бюджета города на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов. Юн армейский десант высадился в Тамбовке. Там прошли одноименные военно-патриотические соревнования. Свои умения в прыжках с парашютом, сборке и разборке оружия показали ребята из Благовещенска, Белогорского, Тамбовского и Серышевского районов. Поддерживала городских школьников во время состязаний депутат Гордумы Елена Евглевская. Смотрим! После таких соревнований наша команда становится сплоченной и также у нас закаляется характер и сила воли. Просто в будущем я хотел бы стать военным, поэтому для меня это очень важно. Также я планирую продолжить занятия парашютным делом, поскольку мне это очень понравилось. Ну и найти еще кто-нибудь экстремальный вид спорта. Мы будем готовить уже более массово наших парашютистов. Если в 2021 году их было у нас около 20 человек набрано, то в следующем году мы планируем набрать в 2-3 раза больше. Конечно, прежде всего в 6-м лице, которые уже нам клятвенно обещали, что будет у них много парашютистов в следующем году. Ну и, конечно, более плотно будем работать с ДОСА. Эффект, я считаю, вполне такой нормальный, потому что, во-первых, в рамках мероприятия военно-патриотического воспитания все проходит, во-вторых, действительно прививается какое-то уважение к подготовке к службе вооруженных сил. Вот, а в-третьих, самое главное, что ребята иногда верят, начинают верить в свои силы. Мне хочется, чтобы эти мероприятия проводились чаще и чаще. И все, что воспитывает нас, выучку, командный дух, чтобы это все только набирало силу. В Преамуре открылся самый большой школьный стадион. Современное футбольное поле, волейбольную, баскетбольную площадки и хоккейную коробку обустроили на территории 13-й городской школы. В день открытия спортсмены четырех школ микрорайона поборолись на новеньком поле за награды Малых Олимпийских игр. Торжественную церемонию с учениками и педагогами разделили депутат ЗАГС Собрания области Андрей Домошенкин, мэр Олег Имамеев и председатель Гордумы Елена Евглевская. Она пожелала ребятам больших побед на этой спортивной площадке и побольше состязаний разного уровня. Напомним, кроме футбольного поля, зон для игры волейбол и баскетбол на стадионе также оборудовали хоккейную коробку, 100-метровую беговую дорожку, зону для прыжков в длину и сдачи норм ГТО. Площадку с тренажерами, которую в будущем оснастят инклюзивными элементами. Ради безопасности и сохранения новой спортплощадки ее оградили и установили вокруг камеры видеонаблюдения. Если вы хотите задать вопрос депутату по своему округу, записывайтесь на личный прием. График всегда можно найти на официальном сайте Благовещенской Думы. Я с вами прощаюсь. До следующей недели. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова